Тойота Недавно Тойота до глубины души потрясла чувства всех, у кого сердце работает на бензине, своим уникальным гомологированным раллийным продуктом – Ярис ГР. Тойота, на которой мы сегодня поедем, также полноприводная и всего на 13 лошадиных сил слабее. Но там намного больше места, потому что это новая Тойота Хайландер. Начнем с дизайна. Передняя часть напоминает сразу пять или шесть других машин одновременно. Каждый разглядит что-то свое. Кому-то эта деталь покажется похожей на Субару Трайбека. Профиль нос выглядит, как десятый Эволюшн со сколотым носом и вот этим вот краешком. Другие тут увидят что-то от большого джипа Инфинити QX56. Это неплохо, ведь такое сходство с самыми узнаваемыми автомобилями расширяет круг покупателей Хайландер. Идем дальше. С задней частью Тойота не перестаралась. Нет ни светодиодов, ни бегающих поворотников. Если Хайландер белый или светлый, в таком ракурсе отдаленно похож на благородных родственников из семейства Лексус. Хайландер с заводским кодом XU70 производится в США на платформе Тойота, которая также служит базой для уже известных нам Тойота Камри и суперпопулярного RAV4. Так что неудивительно, если компоновка агрегатов тоже покажется знакомой. Двух с половиной литровый бензиновый двигатель и гибридная система с двумя электромоторами, один из которых приводит в движение заднюю ось. Предусмотренный для Америки трех с половиной литровый V6 недоступен в Европе, как нет и версии с правым рулем. Как видно, британцы остались не только без Евросоюза, но и без Хайландера. Салон и панель – типичная Тойота. Как по материалам, так и по сборке. Руль выглядит точно, как у пикапа Хилюкс. Посредине панели поместился впечатляющий экран. Но Тойота остается Тойотой. В лучших японских внедорожных традициях у многих функций есть свои собственные кнопки, которые нужно еще уметь отыскать. Средняя консоль впечатляющая. Обилие функций, много лака и выглядит дороже, чем в Тойоте. Тойота Камри. Сразу видно, с какой стороны океана происхождение у Хайландер. Американцы уважают комфорт и домашнее удобство хотят взять с собой в автомобиль. Сзади места много. Есть всякие лампочки. Вентиляция в потолке не такая, как в европейских машинах. Есть отдельный климат. А в более дорогой версии Хайландер премиум есть еще и подогрев задних сидений, которые еще и двигаются в диапазоне, как у микроавтобуса. И это сделано по двум причинам. Во-первых, чтобы вытянуть багажное отделение, а во-вторых, чтобы попасть на третий ряд сидений. Потому что да, Хайландер, конечно же, семиместный. В третьем ряду американская мечта заканчивается, оставляя лишь пластиковую тесноту с минимальным удобством. Однако все кресла можно элегантно сложить и получить полностью горизонтальный пол. Здесь, наверное, можно даже поспать. Как этот Хайландер плавно едет, как американская машина. 248 коней в общей мощности – никакой не космос. Однако соответствует возможностям дизельного аналога. С практической стороны нам интересны две вещи – расход и цена. Расход Toyota обещает 7 литров на 100 километров. Пока такого мне не удалось увидеть. Показывает 11. Знатоки говорят, что на шоссе с круиз-контролем можно добиться 8 литров. Но ежедневный расход Хайландер составит около 10. А сейчас главное – цена. Этот автомобиль в максимальном оснащении стоит 58 тысяч. Очень удобно. Да важный в Латвии границах 59 900. Такой хорошо укомплектованный Хайландер можно получить уже за 48 тысяч евро. Стартовая цена автомобиля в очень хорошей комплектации – лакшери – составляет 45 тысяч евро. Это очень хорошо по сравнению с любым кроссовером аналогичного размера со столь же респектабельным оснащением. Новая Toyota Хайландер – замечательный пример того, как разработанный для американского рынка и произведенный в Америке автомобиль может быть адаптирован к нуждам и требованиям европейского рынка. Помните, давным-давно был сериал «Горец» и там был текст что-то типа «Остаться может только один». Я бы сказал, что Toyota Highlander в своем классе одна не останется, а вот тем, кто похож по размеру и цене, будет туговато. Я ожидаю, что этот автомобиль будет продаваться достаточно хорошо, по крайней мере в Латвии и странах Балтии.